всем привет с вами программа дачники морозы дают о себе знать но самые смелые садоводы все еще трудятся на огороде осенние посадки подошли к концу но работа на даче не заканчивается расскажем вам много чего интересного сегодня в программе собираем грибы вместе с дачным блогером дача в лесу или лес на даче узнаем у деда пахома клад полезных витаминов бодрящих организм как подсластить калину и не лишиться важнейших свойств придумываем уютное место для отдыха ландшафтный дизайн доступен каждому садоводу главное соблюдать последовательность действий как париться не только просто но и с пользой какой подобрать веник и как его правильно сделать самому раньше для того чтобы узнать дачные хитрости нужно было советоваться со старшим поколением читать книги но теперь к этому списку полезных источников добавился интернет и всеми любимые социальные сети стало модно вести дачный блог к одному из таких блогеров мы сегодня и отправимся дед пахом из пахомовки смотрим как хорошо на чужой даче а главное ничего не надо делать здравствуйте вы настя здравствуйте а вы же дед пахом я вас в инстаграме видела точно хватит отдыхать настя пойдемте я покажу вам наше хозяйство ну пойдемте проходите это наши курочки ничего себе какие они все разноцветные а вот и яйца можете собирать давайте какой хороший урожай владислав расскажите почему с курицы такие разноцветные они что определенные какой-то породы да это искусственно выведенная порода кросс так называемый называется доминант чешские ученые вывели они разные по цвету яйца у них тоже отличаются совсем чем яйца цветом отличается зависимости от цвета курочки вот можно будет посмотреть у вас курочки о зеленая тогда зеленовато курочки у вас только для того чтобы яйца дадим для яиц нет нет мы их не рубли не рубить нет так но яйца мы собрали еще какая работа у вас есть на участке осень работы на участке закончились но в лесу еще есть много грибов пойдемте собирать грибы и пойдем пойдемте ну что у нас есть все для настоящего грибника резиновые сапожки камуфляж корзинка и ножик пойдемте поедем поедем на самом деле такой уникальный год нынешний что грибов везде много грузди прямо вот в каждом лесочек практически здорово надеюсь сегодня мы соберем свою целую корзину грибов наверняка какая сегодня прекрасная погода да погода действительно прекрасны и грибная но вот вся листва практически опала поэтому грибы стало очень плохо видно нужно быть очень и очень внимательны ну да совсем скоро уже выпадет снег да и грибы останутся только дома в баночках а вот и первый грусть так вы что их интуитивно что ли чувствуете где-то здесь где-то здесь так а как подрезать его я вот обычно собираю вот так легкое выкручивание вот такое после выкручивания уже срезать обязательно ножичком посмотрите вы или нет а чуть-чуть чревый все они чистенький хороший пахнет грибом а вот нас еще один ничего себе вы наверно столько лет уже собираете грибы что видите их просто сквозь листву ну вот нас это и научилась искать грибы давай мне ножик мой и мы разбежимся потому что грибы толпой не собирают ну да это точно так где же грибы здесь нет здесь тоже нет а у грибы ну-ка покажитесь вот сейчас насобирают целую корзинку и отвезу павлу генриховичу если долго-долго-долго сын только подражки блин червивый оказался уху да тут их целая семейка настя иди сюда нас посмотри и целая семейство вот у нас и получится целая корзина теперь уже точно получится заваривать или выкручивать ну что вот такой у нас приличный урожай мы с вами набрали я вижу вас на участке прекрасные грядки многие дачники вам бы обзавидовались что у вас здесь росло в период когда собственно цвели и росли растения редисочка значит травы какие-то там для кулинарии салат листовой морковка ну вот здесь клубника сейчас все собрали уже сейчас вот сидера там и засеяли большую часть а кто занимается вас вообще вот этим участком но это жена моя занимается больше вы ей помогает только не что делаете на участке ну где копать надо где мультиватор там обработать землю ну и методическая поддержка совету ходите указываете конечно вот так вот любовь вот можно можно же так сказать в природе к растениям у вас появилась относительно не надо это уже да это уже здесь появилась когда мы переехали из города сюда вот это и появилась уже здесь то есть раньше даже об этом я был обычный горожанин вообще абсолютно вот стопроцентный и вот здесь как-то это все стало приходить постепенно сейчас уже без этого даже не мысли в своей жизни почему такое название дед пахом ну дед к тому времени когда я завел этот блок я был уже дедом вот сейчас у меня вот в пятеро уже их целых 5 до пятеро две внучки и три внука а пахом вот слова пахомовка то есть решили так вести блог это достаточно мало молодежная тенденция я так не считаю у меня подписчиков очень много кстати достаточно пожилых людей в ногу со временем могу со временем да наверно тогда деда у моего была дача действительно такая маленькая неказистая дачка на окраине города это чкаловский поселок был практически окраина и вот там вот был такой дачный кооператив не знаю сохранился там или нет и вот там была у него маленькая-маленькая дачка совсем однокомнатная и вот мы семьей собирались большой там дедушка бабушка братья мои там твои родные братья все мы там все вместе рассказывали истории разные вспоминали что-то потом как-то это все ушло и вот где-то вот замерло что ли затихло до внутри а вот какое-то время вернулась этот интерес загородной жизни дачи калина красная пережила первые заморозки и стала слаще калина с медом в нашей рубрике лекарстве на огород вместе с татьяной ульяновой привет привет я вернулся я ждала на самом деле после вашего летнего эпик фейла с калиной такой серьезной неудачей с ее знакомствами давай сейчас эксперимент павел есть калину вы просто обязаны были вернуться к нам вновь и узнать ее поближе что ж морозы ударили морозы уже были были серьезные заморозки калина стала такая прозрачная значит уже пора ее собирать цвет вид изменился но вот я пока шел к тебе я отщипнул попробовал но мне кажется по вкусу как-то все равно вкус не мне кажется не сильно изменился она потому и имеет такой сильный горьковатый может быть даже кисловатый вкус потому что в ней огромное количество витамина c и других микроэлементов чуть стало слаще согласно поэтому мы сделаем так чтобы ее можно было употреблять без мерзкой гримасы на лице а самое главное чтобы она приносила максимальную пользу готов готов держи мне нормально личико сюда да я думаю что хватит потому что нам с тобой еще предстоит отделить каждую ягодку от ее веточки но сначала нам надо это все помыть помыть чистота залог здоровья хорошо пойдем все татьяна помыли помыли значит будем перебирать некий ягоды разламывается мы мы будем на что она на самом деле немножечко переспела и да поэтому мы ее немножко будем разминать чтобы все соки максимально выделились но лишняя влага нам не нужна мы же ее промыли поэтому мы на бумажное полотенце вот ее складываем чтобы она чуть-чуть полежала смотри на самом деле существует несколько вариантов как подготовить калину к зимнему хранению можно ее целиком ягодками просто без хвостиков залить медом все убрать в холодильник можно ее также перебрать немножечко подавить толкушечкой и залить медом залить вместе с косточками и соответственно хвостики нам тоже ни к чему ну а третий вариант это вот для самых эстетов когда после того как ты передавил ее толкушечкой ты еще протираешь через сито тогда ты отделяешь от косточек у тебя получается некое такое подобие же медовое желе это все про меня это все про тебя но тогда мы теряем косточки которые тоже богаты полезными веществами я предлагаю сделать две разные партии мы один сделаем с косточками один без косточек но за без косточек выше отвечать договорились тогда первый вариант мы просто складываем некоторое количество ягод в миску придерживая пожалуйста но давай так 50 на 50 сделать мне кажется свой вариант и ты будешь красивых ягод баса я не приглядываюсь вот как рука попала так и ну точно ты мне обделяешь теперь нужно немножечко ее размять можно вилкой ложкой у меня есть вот мы чуть-чуть разминаем чтобы оболочка лопнула и сок выделился максимально при этом остаются все косточки все полезные вещества у нас будут с нами всю зиму вот нормально да отлично да можно часть часть ягод оставить целыми и теперь мы заливаем ягоды медом так чтобы мед покрывал их сверху обычно берут один к одному либо вот чуть побольше меда красиво красиво достойно да то есть только сейчас нужно подождать чтобы мед опустился до самого донышка теперь мы закрываем крышкой можно дать постоять один день при комнатной температуре чтобы выделился сок а потом убираем в холодильник и через три дня уже можно употреблять охранить в холодильнике до так она и стоит в холодильнике то есть уже не надо не термически обрабатывать ничего каждое утро одну ложечку вот получившегося сока можно добавлять немножечко воды и выпивать таким образом мы будем повышать свой иммунитет ежедневно то есть теперь я должен тебе чтобы уже всю эту историю до конца добить через три дня приехать доход нет мы сейчас сделаем баночку для тебя все понятно чтобы вам веселее по его было работать вы понимали что делаете все это не зря скажу так калина не просто полезная овеянная легендами и запечатленная в песнях и фильмах ягода она понижает давление но при этом гипотоникам нужно употреблять ее с осторожностью укрепляет иммунитет насыщает организм микроэлементами поэтому вот мы с ней сегодня и знакомимся настолько близко не грамм полезности не должно пропасть не пропадет ничего ничего не пропадет косточки я заберу в свою баночку хорошо хорошо 1 это нужно исключительно для того чтобы понять сколько нам потребуется меда все понятно да да мне кажется 3 ложки здесь и будет ну и с половиной и так соответственно если один к одному то у нас должно получиться еще четыре ложки меда да да давайте буду помогать нет ты заляпаешь мне ложку все последняя ложка все вычищай последними до донышка ну и все ладно пробуем уже альпийская горка или живая изгородь поезде в подачам мне захотелось тоже чего-нибудь эдакого на своем участке посоветоваться я решила съездить к павлу сергеевичу агроному дачные хлопоты это не только огородничество но и создание комфортного уголка для спокойного отдыха разбавить грядки с овощными культурами поможет ландшафтный дизайн который можно придумать самостоятельно но вот с чего начать как подобрать правильно растения павел сергеевич расскажите пожалуйста когда люди собираются организовать у себя на дачном участке маленький такой ландшафтный уголок с чего лучше всего начать ну я предлагаю начать с планировки то есть распланируйте участок какие растения вы хотите чтобы у вас были посмотрите поищите какие эти растения будут во взрослом виде чтобы вам не посадить и деревце небольшое маленькое которое через несколько лет у вас будет выше вашего дачного домика высокие мы садим на дальний план более низкий на передний план у каждого участка есть зона на которой чаще всего и дольше всего находятся люди допустим веранда вот с веранды вид вот вы из веранды смотрите на участок и чтобы у вас было видно все растения которые у вас сидят скажите зачастую бывают что при приобретении растений получается другой результат как избежать этого как точно купить то что покупаешь а не то что тебе продают это надо либо знать что вы покупаете либо это совесть продавца ландшафтный дизайн преображает любой дачный участок в уютный и неповторимый мир если вы запланировали создать приятную для глаз клумбу то нужно следовать нескольким несложным принципам это целостность простота и плавность перехода вообще растения есть декоративно-лиственные есть цветущие допустим декоративно-лиственные которые формой листа цветом листа листовой пластинки привлекают нас то есть есть красно-листные желто-листные растения в течение всего они года у нас есть красиво цветущие которые цветут есть растение которые тут весной есть которые летом есть которые в течение всего вегетационного периода цветут вот в наших сибирских условиях чего лучше избегать вяз избегайте вяз мелколистный который садят живую изгородь Это очень, можно сказать, коварное растение. То есть, если вы его подстригаете, ухаживаете, у вас будет прекрасная живая изгородь. Стоит вам забросить на год, у вас уже огромное дерево. С помощью цветущей изгороди можно разделить сад на условные зоны, разделив место для отдыха и огород. Для живой изгороди самое прекрасное у нас кизильник блестящий. То есть, она не оголяется снизу, хорошо себя прекрасно чувствует. Ландшафтный дизайн доступен всем желающим садоводам. Главное знать, какие растения точно приживутся в сибирских условиях. И, конечно же, учитывать сочетаемость цветений. Скоро выпадет снег, и единственной радостью, приехав на дачу, будет отдых в бане. Сегодня мы расскажем вам, как правильно сделать веник, и поговорим о самой парилке. В нашем понимании, если ты пришел за парением, то мыться с мылом вообще не обязательно. Потому что можно там с крапивой запарить воду, помыть голову. То есть, ну, так же будет все мягко, как бы хорошо или экологично, никаких проблем нет. Можно с золой помыть голову. То есть, вот это вот стандартное, 31 декабря мы с друзьями ходим в баню, помыться, это уже не из этой истории. Это из другой истории. Это общение. Мы ходили с друзьями в баню, а на следующий год сняли этот фильм. То есть, в 77-м мы уже с друзьями ходили каждое воскресенье в баню, а на следующий год мы увидели этот фильм, ну, еще сильнее стали ходить каждое воскресенье в баню. Приоритет общения. Да, там еще есть где попариться, да, где есть еще помыться. Но собираемся и разговариваем. А сюда я вообще рекомендую приходить одному. У нас кто ходил один, все пугались. Все сначала казалось, как бы так, почему так. Но кто сходил, вообще были счастливы. Там некоторые говорили, что я бумагу не взял, писать хотелось. Почему при отдыхе нужно именно лечь? Почему нельзя просто присесть и как бы... Это в зависимости от того, вот как ты напарился. Вот если ты так не сильно-то и напарился, то тебе есть и лечь-то не надо. А когда ты так прогрелся, есть, знаешь, там есть даже такое выражение, по-моему, есть, что вот напарился, чуть Богу душу не отдал. То есть, по сути, тебе было хорошо так, что ты взял и Богу свою душу в руки дал подержать. А потом он тебе ее отдал. Ты, конечно, вымотался. И ты ложишься. Это же вот баня, сама парная, на самом деле, это очень суровая тренировка. Проходят вот те же самые процессы, которые там в каком-то спортивном мероприятии. Единственное, только не задействованные мышцы. А то же самое дыхательная система, кровеносная система. Это все работает также на убой. И поэтому, когда ты как бы потренировался, ты полежал, отдохнул. И это, мне кажется, ну, очень важно. То есть, очень важно. И в тех банях, в которых нет возможности, а ты только сидя, ну, я уж считаю, что это маленько как бы вот не до, не до. Вот касаемо текстиля, вот тут у вас подушки, на которой мы с вами облокотились, я чувствую там какая-то трава. Там кедровая пилка. Вкусно пахнет, между прочим. Ну, конечно, вкусно пахнет. А есть вообще разница, что сюда можно положить в подушку? Почему пришли к такому режу? Почему нельзя обычную подушку? Скажем, вот просто кого-то здесь копируют. Нельзя сказать, что вот пресс-то я взял бы и изобрел эту подушку. Про изобрел я могу рассказать про веники, да? Вот мы там в порно не коснулись веников. А веник, вот есть такое понятие, что его режут на троицу. И почему так, да? Почему так, да? Почему так? Сначала думали, что потому что до того, как сережки вышли, чтобы сережки не мешали. Или там связано с религией каким-то образом. На самом деле, примерно в это время, когда уже лист зазеленел, дальше рост он выпускает дальше следующие веточки. И когда он выпустит эти веточки, они такие молодые, зеленые. И они ломаются. И они колкие. Поэтому веники вырезают в этот момент, пока эта веточка еще не вышла. Когда веник собирают, то он должен один день-два немножко подвялиться. Он не должен выставить. Знаешь, как говорят, у нас на чердаке должен лежать. Они вообще там на чердаке не должны лежать. Потому что они там выставки в бумагу. Они должны подвялиться. И тогда у них вот эта ручечка, она становится более сухой. И в этот момент уже можно капитально его перемотать. Чтобы это было крепко. Потому что если это сразу сделать, то оно потом расслабится. Потому что веточки станут меньше. А после этого веник кладется в сен. Чтобы дух вот этот вот березовый из него не вылетел. А наоборот, вот этими луговыми травами напитался. У нас есть такие картонные коробки, где мы складываем эти веники. И они там лежат. У меня есть веники, которым 3 года. И они... У них лист не облетает. То есть условно можно вообще только воду окунуть. И он прям звенит, но не ломается. Прям какая-то магия. Судя. И знаешь, такое высказывание. Который день паришься, тот день не старишься. Вот раньше, когда я был маленький, мне было лет 10, да? Там, ну там, 74-76 год, да? Это выражение было прям вот... То есть где бы я вот когда со своей бабушкой приезжал, это было всегда так говорилось. А сейчас этого выражения нету. Потому что теперь нету тех бань, в которых как бы парились. То есть сейчас вот эти вот железные печки, которые жестко, где сидят там по 5-7 минут. Поэтому старятся. Старятся. И язык снял и съел эту фразу, да? А эта фраза была. Поэтому, я думаю, она неспроста была. Ну а что ты чувствуешь? Я чувствую то, что я хочу прийти и попариться. Вот у меня... Это реально ты хочешь прийти и попариться? Главное, что внутри. Да, это еще... Это как у человека. Главное, что в бане. Правильно, ты говоришь. Главное, что внутри. Встречают по одежке. Да. А провожают по уму. Да. И так и эту баню. Вот и закончилась наша программа. Если вы хотите стать участником следующего нашего выпуска, то пишите, звоните, оставляйте комментарии в наших социальных сетях. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok